Вы все знаете, что вчера у нас был Международный день семьи. Президент Российской Федерации в прошлом году, в ноябре месяце, объявил, что этот год у нас год семьи, 2024 год. Круглый стол в региональном парламенте собрал представителей практически всех министерств и ведомств, которые отвечают за вопросы, касающиеся семьи, материнства и детства. Главой государства уделяется этому направлению особое внимание. Семья, вы знаете, это у нас прерогатива везде. В этом году по поручению президента у нас есть такая программа, демография, да, она заканчивает, работает в этом году. И вместо нее президент дал указание, продолжит эту демографию, только программа будет называться национальный проект «Семья». В следующий год у нас будет вместо демографии будет национальный проект «Семья», который будет также активно поддерживать нашу семейную парню, семейную политику, детей, матерей и родителей. «Семья – это не просто основа государства и общества, это духовное явление, основа нравственности», цитирует на встрече слова Владимира Путина парламентария. Старший специалист отдела воспитания и социальной реабилитации регионального Минобора Мадина Чиниева рассказала участникам «Круглого стола» о целях и мероприятиях, планируемых в республике в этом году. «Основное направление, конечно, это духовное нравственное воспитание молодежи, воспитание ее основы, воспитание семьи как основа всего, скажем, ячейки общества. Ну, слово нравственное – это нравы, да, то, что закладывается в самом обществе. Но в связи с этим, республиканские институты разработаны программы и планируемые приятия, направлены на выработку определенных модулей, это основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских оконно-расовых ценностей, срешно государственной политики, среди межэтнических и межконференциональных отношений, угрозы юрисов для традиционных ценностей, ценности и задачи государственной политики». Обсуждают самые актуальные вопросы, касающиеся всего общества, а именно «Семья и государство в социальном пространстве современной России», «Проблемы семьи», «Меры господдержки», «Трудности», «Психологическая и социальная помощь». В планы работы Министерства здравоохранения Ингушетии тоже внесены изменения по случаю «Года семьи». «Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин дал посыл на расширение сети женских консультаций. Это тоже направлено на охрану здоровья семьи и на повышение рождаемости, потому что это тоже, если у нас выполняется план по повышению рождаемости, это залог сохранения здоровой ячейки общества нашего. В женских консультациях у нас созданы кабинеты медико-психологического консультирования для женщин, для семьи, попавших в трудную жизненную ситуацию. Открыты кабинеты планирования семьи. Они были открыты. И раньше, сейчас сеть этих кабинетов расширена, и они в каждой женской консультации. Главная цель «Года семьи» – популяризация и продвижение традиционных ценностей. Расширенная встреча организована Комитетом по здравоохранению и социальной политике Народного собрания Ингушетии. Сегодня мы много слышали от различных министерств, ведомств, которые принимали участие в круглом столе, о важности семьи, о семейных ценностях, о демографии, о запущенном новом национальном проекте «Семья» нашим главой государства. Сейчас самое главное, чтобы это все внедрить в наш регион и чтобы это максимально активно работало. Я думаю, что год семьи, объявленный главой государством, это же не просто так. Мы максимально должны уделить внимание именно этому аспекту, и не только в год семьи. Самое важное, что есть сегодня у каждого человека – это его семья. И нужно это понимать. И для сохранения этой семьи государство сделало очень много. Я не буду перечислять все льготы, все социальные поддержки. И самое важное сейчас, чтобы люди знали о своих правах, какие у них есть льготы, кто на них имеет право, и чтобы эта программа была действенной. Меры соцподдержки, жилищное обеспечение детей-сирот, поддержка беременных женщин, детская преступность, круглый стол охватил практически все направления. По итогам встречи участники выработали общие механизмы дальнейшей работы. Зельбхан Калоев, Сулейман Костоев, Магаз, 24.